господа мы сегодня короче говорим про музыку про свитера в тот раз мы собирались буквально там чуть меньше месяца назад из-за того что много разговаривал мы решили все переснять вот поэтому сегодня минимально виктора максимально настоящих экспертов да если хотите увидеть этот выпуск подписывайтесь на бусте на бусте чё на бусте а что у нас на бусте уже лежит ночью на той кровати снимали эксклюзивчики дай у тебя не получится сегодня отсидеться и вовсе на такте меня не было прошлый раз что на бусте лежит дать я же говорю и меня не было бы хотел чтобы лежал на бусте голубой а пусть свитер голубой свитер если что я тоже до конца не понимаю во первых что происходит а во первый раз мы снимали это месяц назад без дании вместо дани был другой человек я забыл ими к сожалению и как мне объяснил сэм который прямо сейчас переодевается в голубой свитер что просто за этот месяц вышло много новых альбомов которые мы хотели бы обсудить и я приехал из израиля и ты приехала заменили того человека на меня на легенду то видишь как совпало хорошо ну что иди к нам дорогой человек симпсон а чё вышло кстати вот за этот месяц а вот сейчас мы об этом и поговорим как меня вышел лучший вы очень вам вот как этот как это помягче сказать тайлер за крейтер тайлер зак литер виктор художен попереду жу-жу people макс и не подхватил ладно можно я чуть с тем и сойду и начинаем такое джу-джу жужу мне кстати тоже было интересно всегда джу-джу или как на юруба джу-джу это одна из традиционных религий африки то есть до того как пришли белые люди пришло христианство у юруба была своя религия есть уриша религии есть и фри лиги из джу-джу религии в моем детстве нам всегда говорили то что джу это типы черной магии это типа ужас типа бойтесь почему но потому что это шаманизм это духовный язык язычный это часть этой темы гуф свой новый не взял чтобы ты красиво сейчас влетел сел его знаешь как такой самый самый значимый участник подкаста его место готова религиозно просветительский подказ да не просто джу-джу это часть юрубарь культуры это африканской культуры и так как наш канал про экспириенс черного человека и про знакомство с черной культурой джу-джу пипу эта история которая очень знакома всем африканцам поэтому а если а если у вас такая тема там алла вуаку ты старался брат ты старался сможет моих имена по кто сможет сказать мое имя с первого заходу сотню даю улова косым адык би адык би алла 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 а если даже он не может то я тут вообще не улака и дадима 2 лавака и да все я вспомнил 100 рублей забирает виктор художен сектор спасибо как раз на метро обратно хватит ставьте в одну сторону хватит нам товарищ второй уже а вон туда вот но сначала поздоровайся с нами со всеми началось ладно а кто кто пришел раньше тот и а там специальная крест я все болею здравствуйте трон здрасте короче не знаю на самом деле правда интересно не на камеру будет сказано я все долго гадал что это да как так как ты мой друг мне всегда интересно про твои корни узнавать вот надеюсь тебе про мои люблинские тоже я добро пожаловать джу-джу пипл самый черный уголок вселенной на русском языке здесь мы говорим про большие члены про то как класть сверху про самую острую курицу на районе и о том как выжить в россии я это джу-джу пипл мы сегодня с вами собрались обсудить музыкальные итоги у нас уже была одна встреча на кто помнит было пола было на обсудили смутно напомню месяц назад не помню как обсудить обсудить не был не был вообще очень странно чтобы собрались в ноябре обсуждать музыкальные итоги когда ноябрь это принципе такой летний отпуск для всех рэперов в россии мы вообще в октябре сняли октябре сняли так это же опрометчиво брат что делать а почему так почему в ноябре это это отпуск а потому что все же хотят в идеале дропнуть к лету альбом какую-то работу в итоге летом у них ничего не происходит курят они потихоньку набирают материалы потом такие думают нет плечу в сентябре не получается в октябре не с видос и в итоге хочется всем закрыть год это вообще какая-то странная штука я вот подумал декабрь он же вообще в целом обычный месяц ну то есть такой же как и январь и февраль но вот почему то кажется что если ты в декабре вот не сделал чего-то важного или там не закрыл год как-то не отметился то весь год у тебя был максимально но это же ну вот почему нам прививают в последний деление жизни на год вот это вот все экзамены помнишь были в вузе а в школе были контроль я помню но экзамены были в январе во первых серьезно в декабре была зачетная неделя не знаю лично в моем детстве я ждал декабря потому что в мандарины елка и бесплатный шоколад улег тебе давали да но для мамы не бесплатные но для меня то бесплатно и там сначала были вот шоколадные конфеты а вот внизу карамельки сначала съедал все шоколадки а потом уже так ну карамельки давай попробуем что там есть я вот просто по поводу всего этого русского рэпа мы тут общались списывались фломом и флом не сказал я 22 альбома послушал только за ноябрь я вот так и думаю 22 альбома за ноябрь ты никак не можешь от рефлексировать и и потому что потому что флома пытается быть максимально объективным а я считаю что музыка очень субъективная история при всем уважении к саше нет дело если ты слушаешь много всего почему ты можешь объективно потому что это все субъективное это творчество четыре человека как там этот цитата лан без цитации если два человека сможет да на одну картину они видят разное кому-то красный нравится кому-то зеленый но если флом смотрит он может увидеть все цвета и еще рентгенов каждом его и система оценок база каждом виде искусства есть свои вот искусство и так далее то есть да но условно если мы там будем на все интерпретируют на все про другое искусство я сформулировал это возможность поделиться своим мировоззрением да так то как ты видишь мир этот через призму искусства другому никак и соответственно так как мы все абсолютно разные люди абсолютно с разным воспитанием с разной историей жизни так или иначе мы даже слушая одну песню разные видим да абсолютно я немного отвлеку тебя от подкаста и приглашу сезон снега елок праздников каникул подарков ожиданий чудо и волшебства я усам чего не хватает для полноты картины конечно же хорошей музыки все мы знаем что с недавних пор стало сложнее слушать и находить зарубежную музыку и для этого на помощь приходит сервис зеленый звук зеленый звук это проверенный сервис для создания или продления уже существующих подписок на спотифай премиум теперь без и пен с помощью зеленого звука ты можешь слушать и находить свою любимую зарубежную музыку специалисты сервиса помогут тебе либо создать новую подписку на спотифай премиум либо продлить уже существующую кроме того на сайте доступны все способы оплаты от меня специальный подгон для тебя мой топ или плейлист самых лучших или моих самых любимых песен за две тысячи двадцать третий год еще ссылку и все подробности в описании а я пойду потому что из fucking cold давайте перейдем к списку с вашего позволения возьму на себя роль подождите а это вообще чарта в порядке типа от самого крутого к самому не крутому или просто произвольно даже главная задача в этом списке 15 категорий вау 15 самых интересных самых громких альбомов года и наша первая задача будет отсеять пять альбомов и затем то ради чего мы здесь пришли это составить топ 10 альбомов за 20 они разве они отсеяны уже то есть там же есть вот 1 2 3 4 5 нет придется работать придется работать это очень просто давайте макс озвучь пожалуйста что у нас есть списке альбомов какие 15 альбомов нас есть я только первые два знаю первый салуки wild east 2 скриптонит 7 3 обладает players club 2 так четвертый многознал клуб без танцев и пятый армии ээй лэнгвич 2 шестой каспийский груз осторожно окрашен там арно неправильно написано кстати да да седьмой big baby tape варжска варсква окей окей восьмой лсп несчастные люди девятый албак албак правильно алблак алблак он албанец ну я не слушал девятый алблак long life 812 десятый here on water тут тоже кстати неправильно там хироин должен уже давно не хироин реально добро пожаловать я не знал да dreams money can buy одиннадцатый бульвар депо серталовский токсик двенадцатый юга лаут локал тринадцатый оуджи будда скучаю на работу четырнадцатый улук манапо правильно 5 но 15 friendly так кристофору коломбо супер первый открыл америку а это только для белых он открыл америку а так америку надо было открывать навсегда было открыто так не правда наши там жили коренные народы америки а где ваши доказательства молочила где ваши доказательства вообще на самом даже поговорим о том африканцы были первыми коренными а коренными на первым людьми кто сделал контакт с южноамериканскими коренными коренной народ америки это рэпер и весь ты не знал ну просто так как подкаст про африку то вот кристофора коломбо мне кажется больше всего с темы африки почему потому что белый как снег называй меня белый ты уважаешь его кого колумба за что за то что он взял журнал путешествия забыл как мари плаватель зовут из мали который доехал до южной америки вернулся эта легенда пошла по европе кто-то рассказал колумбу об этой экспедиции колумб начал искать деньги испанская церковь сказал она блин нет мы не будем давать тебе деньги на то чтобы ты поехал на основы на журналах какого-то типа из африки он приводит пример того что можно туда принести новую религию только потом удают деньги он едет полка маршруту который уже проехал доезжает до континента говорит это индия пацаны доезжая до континента как будто то есть честь кого честь колумба они херест и очень хитро меня поймал братан знаешь а как звали уже смотри правда не помню был малийский это 15 век если не ошибаюсь это пираты малийский я слышал что викинги вообще открыли все я понял я попал ловушку погодите а вы вообще понимаете нге понимает ли кто-то почему friendly так назвал свой альбом кристофор я понимаю почему ну если без шуток и у него первый альбом назывался крейсер аврора да да ну типа отсылка к питеру ну да вот корабль который с которым началась там революции сюда зал павроры а второй альбом у него тоже как бы морская тема ну как я вот понял эту метафору типа крейсер аврора отплыл в америку и там типа колумб на этом крейсере аврора и вот он открыл америку но америка это же еще родина рэпа то есть он как бы открыл открыл америку ассоциация на самом деле я не я боюсь там как-то это расшифровывать все но у френдли так часто проскакивает в текстах какая-то риторика что вот я там белый мы там значит битерские волки там условно вот белый как снег называемая белая по моему френд для так если не ошибаюсь и в этом же альбоме там есть тоже такие подобные строчки ну да это поэзия символизма андрей белый ну то есть соответственно кристофор колумб и крейсер аврора тоже это вот определенная игра вот любопытно френдли так он вообще такой он символически он прикольно да в этом плане глубокий достаточно при этом у него пацанские дарим насколько я знаю но это только с виду на самом деле вот если вот на обложке смотреть то там глубинно то есть крейсер аврора это революция кристофор колумб это ну ты сам сказал да это то есть отсылка вообще к мальтийскому вот этому искателей да да то есть это поиск вообще новых континентах и новых смыслов да супер я бы не связал супер для этого вы все здесь хорошо давайте начнем с того что матем 5 альбом стой а мы не будем оценивать сами сами альбомы обсуждать как мы отсеем в процессе отсеивания обзади ты говорил еще про хайлайты а это в конце дания в начале будет не это в конце давайте начнем с того что все хотят услышать верно нужно отсеять из этого списка 5 альбом пожина чтобы обладает players club 2 оценивать надо же понять вот надо все послушать обладает players club 2 а мы по очереди будем выкидывать до выкидываем обладает players все давай ты следующий обладает player я следующий хорошо что ты назар назвал потому что я очень уважаю но альбом реально дерьмо давайте я просто думаю что можно поговорить виктор скриптонит 7 спина белая ты мне прямо напомнил скрипа который сегодня выпустил альбом он вчера выпустил альбом пар 2 сегодня написал в программе stories apart 2 уже сегодня ой part 1 по простите есть и сегодня значит он написал в stories впервые послушал альбом в наушниках пипец просто какая фигня если еще stories ха ха вы что поверили вы все не заслужили молодец пранк ла если мы реально по очереди должны убирать альбом это следующее это big baby tape варского почему подожди подожди дань это мы не будем объяснять подожди давай послушаемся у нас как дом 2 и мы все на лобном месте выбор ну допустим вот с алюки wild east это больше выкинуть альбом года отсеивать нужно просто витя от сил скриптонита другой да ладно хорошо давай тогда второй альбом года блин мы как будто уже понимаем что будет в конце ну ладно армия от силу они это тяжело да но кого-то отсеиваешь но я бы отсел улук манапа потому что я не слышал этот альбом но это вообще не адекватно я не слышал этот альбом не знаю я я тебе просто расскажу что-то за человек меня он как-то раз купил одной строчкой он видимо из кыргызстана и вот у него был punchline со мной рядом мои кыргызы мы поднимались самого низа я так это звучит классно звучит очень мы же отсеиваем по одному я не слышал этот альбом понимаю понимаю все его отсеиваю твое право окей это наверняка блестящие альбомы очень крутой раз он попал в итоговые списки вот ознакомлюсь мы буду жалеть об этом все оставшийся год он его ненавидит а из тех кого ты слышал слушай но я бы наверно облотел просто потому что мой мой держанный альбом потому он конечно попытался там уйти от своего привычного стилька мне например не знаю вот этот хэйт мне очень нравится трек бритни доме этого вот у меня очень редко что я русский рэп напеваю а я шел и напевал и в целом не и клип понравился он работает просто еще этот альбом половина выходил синглами до этого вот в этом проблема этого альбома что как будто самые крутые бенгеры были дропнуты отдельно и в итоге есть ощущение от него что ну а что ты сказал нового потому что ты уже синглами все новое что мог сказал и это не отменяет что бритни это реально офигенная песня давайте переслуж спасибо гонок вопрос так как у нас уже два человека за обладает получается что первый у нас уходит обладает players club вторая и первая часть по твоему есть прогресс что то интересное вот сравни первый players club со вторым на свой взгляд что тут тебе понравилось больше и что не понравилось точнее понравился меньше значит и как экзаменатор на экзамене слушай порядок догоняй догоняйте было так это жесткий вопрос мне слушай мне кажется что да это вообще жесткий вопрос то есть для меня обладает это артист который уже вот четко пришел какому-то своему стилю время от времени у него случаются эксперименты не всегда аудитория эти эксперименты принимает и он плюс минус возвращается от того что у него всегда и работает вот с альбомы даже называться одинаково я вообще быстро только разница в одной цифре пара назаратах логик альбом еще блюпринт 123 блюпринт хорошие просто я как бы давно уже не слушаю не знаю может возраст может что очень сильно уважаю потому что он сильно помог и студии на начальном этапе просто человек за культуру врубился сам написал такой единственный в своем роде как мне кажется человек который на моей памяти вот я помню один раз иду по парку горького и смотрю просто огроменная очередь просто не за километр из ну малыш не всякой я иду вдоль этой очереди думать что там такое смотрю стоит микроавтобус players club и назар просто банчит мерчом своим ну там реально огромная очередь то еще из артистов так делал ну типа это круто перфомансы блин но я не знал вам что за подобное дело когда он сделал автобусы люди садились слушали по моему песни своего альбома причем обычный рейсовый автобуса нет он просто снял на автобус к нему приходили люди садились в автобусы и слушали новый альбом а если без рафов я вспоминаю промо компанию банданы когда они просто вот раздавали с какого-то средства передвижения собственно банданы классные перфомансы мутит и в питере делал там мы ездили снимать из фуры там концерт у него такое есть вот это мышление как мне кажется интересная бронер да может быть как бы там смешно из моих 1 у нас уходит это обладает players club 2 тебе нам нужно выбрать второй альбом но респект ему базар сто процентов сто процентов выбираем следующий альбом кто уходит кристофор колонбас так кого один можно за один тот же голосовать ну вот сейчас так получилось что два человека высказали за один и получается что он первый очевидно ладно давайте я тоже заобладает проголосовал да мне мне очень симпатичен ну как не очень может быть симпатичен мне довольно симпатичен игрок по имени hugo loud но я считаю что его альбом это все-таки заявка чуть потише чем другие альбомы в этом списке поэтому я бы оказал ему положенный респект в общем-то но альбом бы из списка бы удалил так николай высказался я поддерживаю николая 100 вы это чё началось здесь королица началось я на самом деле вот ехала сейчас со съемки именно под этот альбом под локал да я не слушал я его пропустил есть только грешок и мне этот альбом понравился правда у него есть ну это вайпа у него есть много отсылок олдскульному рэпу который я очень люблю там такие жирненькие на самом деле инструменталы какая-то своя поэтика у него есть определенные в текстах но в целом если говорить как перформанс как некое событие как что-то что оставляет культурный след ну это эпиха там условно на 7 треков с одной стороны каспийский груз это тоже эпиха но это великая эпиха которая культурный след уже оставила хотя бы песни на белом покрывали января которая ну стадионная которая как сансара будет петься реально стадионами вот ты говорил не можешь русский рэп напеть а эту песню ведь я думаю напоешь легко для головы и опеки хочешь не поймали финчика это коля который хочет меня поймать не бритни просто я бери один раз услышал это в первая песня в этом году русском рэпе который запал мне в голову но это просто он припев гениальный он такой от души написан гениальный может просто он в меня еще попадает эту песню это офигенная ты голосуешь за локал да при всем уважении мне правда понравился артист факт и факт да им большое будущее да ничего скажешь но я думаю нам свете нужно выбрать кого-то тайбрейкер был ведь про микро не сбой по-братски только они не провод я за него голосу я продолжаю против него быть они и language да потому что уже понимаешь у него был первый альбом первая часть а зачем нужна вторая ведь при микрофон ты забыл трек здоровый альбом это согласен честно я там не могу сказать что прям вот вот этот гений считал этого товарища лондонского как ты первый альбом и второй но в общем то что он делает каких людей он собирает сколько это ресурсов на это все нужно это круто баста да там на одном треке с кем он там салблаком салблаком но это прикольно ну не в этом что то есть в этом миксе да не совсем мое но то что это креатив то что это что-то живое то что это что-то свое это классная я хочу по отстаивать немножко арни во вторых во первых зная всех русских рэперов и знаю насколько это порой сложные эгоцентричные люди со своими так скажем заебами я представляю насколько титаническая была работа чтобы просто сметчить их всех утрясти все сведения чтобы устраивало всех этих игроков на разных битах и дальше ведь какая была по сути задача арни сделать так чтобы люди звучали органично на его битах которые он предлагает это задачи мне кажется он справился на ура плюс прикольно что там есть западные артисты прикольно что базы западные артисты кстати это киринджи в кив и участвует я хотел сказать извини пожалуйста что перебиваю я хотел сказать что по мне когда русский артист читает на русскому потом следующий куплет чив кив это на английском но я это тяжело воспринимаю а ты знаешь эту историю когда в сайт ган просто один свой куплет вам продал трем русским рэпером да ладно один тот же да надеюсь в этом году надеюсь не скрипу да или в прошлом вот и смог ему был просто трек с его куплетом и у какого-то еще рэпера другого тоже был трек смотрим на лицо сэма сейчас давайте просто не хочу прям сильно это не наврал господи один и тот же куплет как у скрип был как у скрип а и у кого блин я не знаю да не у скрип а смог ему был куплет бенни за батчера который потом гойерт лорд который в этом году который до этого появился в этом году ты песни между я не помню или или в прошлом который до этого появился у другого рэпера американского то есть чувак просто записал куплет и продал его потому что 99 процентов коллаборации западными которые мы видим сейчас из россии это короче рот монатик американцы короче он сказал бенни офигенная первая половина я просто я просто хотел сказать что там ну я вижу как бы title там чив кив думаю вау и по факту мне по крайней мере показалось что куплет вот парт чив кива это просто короче знаешь натвори как будто вот ну честно может мне так кажется как будто это с демки с какой-то срезали там понятно даже если сданьки согласен согласен прецедент прав на самом деле я вот поддержу потому что это правда большая работа если мы уж про это говорим то наверное и быть baby tape и арана убрал но у нас два претендента армии и language их юга лаут local не я просто хочу чтобы мы дальше уже продолжили да никакой 2 2 я тоже за local а ты за local но просто чтобы это не тормозилось супер втором раунде нас покидает юга лаут local он братом нет ни я голосовал из 2 до хотя мне нравится гораздо больших юга лаут чем армии третий раунд потому что я его слушал просто армия послушал и то что там это бы огромная работа это не аргумент то есть как бы то что все наверное в этом списке они проделали большую работу но в итоге ты либо тем раз ли мне нравится до базару мая красавица базару 0 у нас два убывших это обладает players club 2 их угол аут local третий раунд давайте начнем с того конца вас ну улук манапа улук манапа скуча любви или ненавидь но я не слушал этот альбом можно теперь воспользоваться вот этой читерской фишечкой и скипнуть его а что будет если ты там завтра проснешься включишь альбом и поймешь это твой самый любимый альбом за жалеть до конца года понял дань третий раунд ну мне не нравится не очень нравится скучай на работу улук манапа а это другой от же buddha скучай на работу да 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 скучай на работу ведь мне чё дальше сказать третье кого-то выбираешь из списка только микрофон не забывай бро да конечно забывал на радио работы факс работал да честно блин я вообще не не понимаю этой музыки поэтому давай зовут же буду тоже уже буду скучай на работу же как бы гриша отличный чувак я понимаю почему люди слушают он крутой путь прошел сильный не каждому дано его пройти но это не мое просто поэтому коль так какому бы лагерю мне примкнуть да по факту ну ладно я могу сказать что в больших количествах мне было довольно непросто слушать альбом скучаю на работаю он классно и там есть интересное решение такой типа немножко дрейков дрейк дрейк да уби о но я проголосую за него потому что потому что я не знаю почему за него на душа подсказывает я скажу что скучай на работаю по моему это лучшая обложка этого года обложка супер концепт классный клип интересный шуток это лучше когда я увидел эту обложку лучше обложка мне кажется что прикольно гриша этим альбомом уходит во первых от детройт рэпа во вторых если брать там сведения и саунд они все-таки под заморочились надо сказать действительно там есть интересные решения там есть хотя бы прикольные треки с бразильцем прикольный трек с гуфом и 6 am по будапешту это так назвал с клипом да да классно и вообще в целом мне кажется в этом году гриша в визуализации это прибавил достаточно сильно стиле общем вот этот клип который сердце от величинского очень классный да да в целом таиланде который да 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 в целом они видно что они заморачиваются приносили реализации до стилек у него там рожок стал мощный чувак но есть ощущение что все-таки скучаю на работу и не будет самым сильным альбомом буду в этом году а самый сильный выйдет вот со дня на день это такой тизер дал с неплохо ждем альбом уже буду это который похвощи 01 или как не работаю на скучаю буду выпускать третий альбом я знаю он выпустил по вообще 02 0505 сейчас будет пах вообще один литр а ты его типа послушал я не помню но я слышал много отзывов от раз придавал что вот этот 05 это вообще какая-то поверь поверьте моим там вот похвощи это принципе он описывает как будет альбом мне кажется что скучаю на работу было скучноватое наполнение потому что много работы но скучно в целом он же говорил об одних и тех же вещах из трека в трек в похвощи просто это так я еще сделаю бывшие отношения мне кажется есть деньги если бы ты сейчас была со мной у нас бы уже были дети и так далее это когда ты вот эти теги слушаешь там первый трек второй трек третий трек ты такой окей но когда это 15 треков то у тебя появляются вопросики что как будто бы ты скучаешь но работаешь но не он просто так это от души делает тоже конечно все знаешь какой мой любимый punchline вот же буду в этом году он просто потряс морожоку да это вообще это как это желтая прокачал твою жопу и теперь ты стала по-другому пердеть это чё скажешь лирицизм бро лирицизм по другому пердеть меня в меня нельзя кидать русский панч русский панч я забрала брат они кто они вообще вот не тоже всегда хотелось я нигерийц русский панч я тогда норвежец для русские панчи в моей голове не работают и русский юмор я не всегда понимает если бы я давай так сколько анекдотов про штирлица ты знаешь ну если бы ты спросил меня в седьмом классе я может быть что не сказала сейчас они за блин ты учился в русской школе сэм ты русский понимаешь вот в этом проблеме слишком русский ладно вот этот панч он теперь тоже нигерийц он тебе не зашел потому что я не понимаю юмор а там нет юмора он просто очень просто запоминаю я даже не запомнил я можно сейчас быстро попробую эту тему развития объяснить панч я даже не то что объяснить панч вот her and water и все вот эти вот сейчас все эти моменты которые играют на какой-то остроте да там словца так сказать мне вообще никогда не откликались но надо понимать что вот этот энтертеймент который идет от острого словца тут же прикол в том что человека человека у любого человека это вызывает эмоции у кого-то сильный негатив у человека кто понимает а это не юмор это также как и в детройт рэпе во всем мире если я буду слушать детройт рэп до туда я понимаю чем идет речь вот здесь я слушаю музыку херн уотер я не понимаю а причем вот я вроде не нигериец но я тоже не понимаю ну мне это не близко это вопрос это сможет даже как удар электрошокера да 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 ты слушаешь песню на автопилоте идешь и ты ее не пропустишь тебя в этот момент взболтает и для об этом говорю что известнейшая строчка френдли тага про дрищу я этой темы не понимаю она мимо меня подожди ты никогда не пил фильтр кофе вообще вообще не пьешь кофе я пью соки вот соки какой сок любимый белых людей у меня есть такая тема любишь напиток белый русский банановый по-любому у меня есть такая тема что я когда прихожу в заведение я спрашиваю с есть лимонад или соки и убирать тот и добавлять водки самым странным или микс вы раньше не пробовал вот я сейчас не вспомнил словно говоря маракуй огурец вот это я по а вот чернила каракатица лимонад маракуй огурец и то есть панч про пердеть жопу что еще раз лимонад маракуй огурец то есть панч про пердеть жопу понимаешь не знаешь что-то такое из рамок выходя уже в какие-то метафизические сериал ты смотришь сериал задача человека который создавал этот сериал тебя максимально в нем удерживать и всегда появляется какой-то резкий поворот смотри я понимаю этот инструмент я говорю о том что язык на котором в русском рэпе используется он мне не понять язык не по язык на котором он используется в американском рэпе он непонятен а в русском расскажи мне человеку не англоязычному много ли грязи подобный в америке американском рынке что какое именно подобное имеешь ввиду секс или да ну секс и все лесные низовые подобности это помнишь мы с тобой говорили о том что вот моя тема это sexy red у нее была песня в этом году я не помню что за песню с латто но я просто слушаю песню с латто начинается куплет sexy red и в первой же строчке она говорит нига комменми типа кончи в меня я такой вот это мое вот если херон уотер меня ударил вот если херон уотер такую строчку зачистал было бы прикольно и вот друзья мои заметить что на все эти мысли о культуре о творчестве о сторителлинге в рэпе нас навела строчка от же буду пропердеть жопы сколько мы времени этому посвятили не согласен кстати ты вообще неплохо третий раунд окей четвертый раунд давайте начнем с коле теперь четвертый раунд а надо выбросить до кого-то следующий на убывание ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй я к этому не был готов ну хорошо пусть это будет улук монопол потому что ну он хороший чувак очень интересно у него аутентичный такой рэп его любит андрей за май в конце концов у них тоже у вас и то ли есть то ли было по принципу еще верно родства сто процентов но мы здесь не выбираем короче мы здесь не выкидываем слабых мы убираем мы оставляем лучших хорошо неплохо безопасно неплохо я красиво либерал сейчас было не знаю мне этот альбом сильно нравится и я давно слежу за этим чоком эти кстати его показывал еще в студии и фарди мне его пока не лукманапа ферзь лсп он какой-то трушный чувак он трушный чувак и в нем нету какого-то вот этой не знаю мне всегда нравились вот персонажи может он в жизни не такой да я не знаю я нравились персонажи которые там не вы черные короче факт он пример очень хорош при уличном вот эта строчка про киргизов да блин она круто как бы и это во всем чувствуется он первый раз когда я увидел его клип ну надеюсь они не обижу там никого но я реально просто схохотнул прям ну типа настолько ты не ожидаешься вот такого человека увидеть в таком амплуа к привыкаешь прям ну не знаю он мне кажется умный талантливый автор и уличный рэпер фар но это другой вопрос не хочу привязываться к уличному не уличному там просто это талантливо и где-то моментами не знаю мне по крайней мере ощущался 50 цент прям на певы такие вот на на низком голосе классно короче моментами на бэд на бэд красиво и ты за него голосуешь нет я просто поддерживаю разговор голосуешь а меня проголосовать скриптонит до шучу блин я не знаю я с лсп мой кандидат альвар депо серталов кандидат да почему почему расскажи ну скучно то есть уже одно и то же повторяется как бы сразу раз то есть как бы рэпер они же все проходят стадию когда вот они новые прикольные они как бы гонят на старичков а потом они сами становятся старичками начинают гнать на молодых вот как бы депо я вспомнил эту рецензию он как бы пришел вот в эту стадию в которой он уже как бы такой сидит там у себя в этом сиртолова или как но мне кажется что токсид зато какой клип там не в этом альбоме тоже был что-то есть там есть песни гуля рванины не не я имею ввиду гуля рванина такой же токсик откликается при учете только не сиртовский но мне кажется этот альбом проходным в карьере что и подождите у нас будет еще мешок и он будем обсуждать его удивлять есть вот для чего за нас альбомы вазь следующий кандидат поэтому здесь очень коротко люби или ненавидь люби или на ведь умалок ума на четвертом раунде нас погибает улук манапа и его альбом люби или ненавидь все достойно держал так следующий раунд 2 начинаем с тебя последний раунд остался последний игрок давай не подведи мы че уже столько выкинули на рот 4 отсеяли до останется только о том что ломать настроить душа не болит мешок будем обсуждать топ-10 вазь я думаю можно не с меня дань ну пусть будет арно муж выкинули нет вот его надо уйти и все такие не ну реально вот кто-то слушает подожди армии и language ведь да согласен согласен разрываюсь между армии и тейпом но у меня вердикт такой на второй части альбома армии нет ничего чего бы я не слышал на первой части первая часть была великолепная армии и лэнгвич 2 нас покидает вас ты можешь чисто для проформы можете говорить да может сказать что я ничего не буду добавлять я ничего не могу говорить все супер в пятом раунде нас покину я бы не хотел что парно уходил что понравился ты бился за него ну стоп как мы выбираем если взять там альбом армии давайте просто этой потом армии альбом в три раза круче что мы сейчас дойдем до альбома вы сейчас я пошел домой и вас не хватит и так у нас 11 альбомов оставим просто у нас осталось у нас покинули по братски за арно на лондон покинули отличные релизы что обладает players club 2 армии и лэнгвич 2 интересно юга лаут локал я правильно понимаю правильно правильно уже буду скучай на работу и улук манапа люби и ненавидь давайте поаплодируем всем выбывшим это достойнейший альбом это очень хороший альбом это достойнейший альбом и считаю что арно просто слили по принципу ненависти к западу ты на джижу пипл тут нет ненависти к западу белый черный теперь то ради чего вы все собрались и смотрите этот ролик подарки в студию на наша задача теперь составить топ 10 альбомов года у нас мы составили по сути все в ранжировании ранжирование определить лучший альбом года механика очень простая этот мешок будет подходить от человека к человеку достаем альбом две-три минуты его обсуждаем и выдаем ему количество баллов по пятибалльной системе до чем это может поделать больше и базе по 10-балльной системе выдаем она чё так мало давайте давайте соточку вы 10-балльные и так начинается вторая часть нашего ролика сушами вопрос по списку а почему вас по не выкинули альбом потому что ты чё брат аккуратней почему здесь только молодые чуваки ну то есть но кого-то давай мы видим той старичков должен быть здесь я кстати добавил джамал и диби это мой согласен миши на вода я была у этого по моему да тоже альбом уж дом классный альбом до хера всего приходишь выше почему меня прям я просто меня из этого списка я к список 3 альбома слушая на сп до 24 вот лсп касты и груз криптониты все остальные почему почему без я заставлял список просто корешей кто меня заставил чат создать старые к списке груз мне кажется они старше меня оба ветераны к списке груза не скриптонит ветеран тоже у баста не было альбом в этом году не было не было у лукмана басты не у магана не даже у нинтендо может выйти с альбомчик может выйти да там будет бруда мои господа уфа у гуф альбом да вот у гуфа надо было гуфа включить какой который вчера вышел мы же у нас джу-джу грэмми все что он же понимаешь у нас джу-джу а он джуф а ты шаришь на джуф нет блин расскажите ему что такое джуф короче если кратко long story short гуфу забанили его основной аккаунт в америке зарил гуф и он завел новый зарил джуф и смех в том что видимо сейчас у алексея там какая-то очередная депрессивная фаза какая-то маниакальная вот он там полную жесть какой-то вытворяет и в совокупности это смешно потому что это реально зарил джуф на вот вопрос какая логика этого списка почему составлялась альбомы стали событиями самые большие которые повлияли на рэп и смолы россии самые большие самые любопытные альбомы это не самые любопытные любопытные многих нет любопытных окси да почему нет молодого калуги в этом списке почему все ну а кто тут я просил в конце ролика и старичок методами камеры чтоб ты рассказал людям про молодого калугу а сейчас в начнем да начинай я не мухлевал но мне так никто не ответил к списке груз осторожно окрашена это моя моя личная креатура почему этот альбом появился я настоял и заставил тебя создать список но кстати да не тоже закидывал космический груз все есть я бы которые разбираются в музыке что можно сказать это камбэк группы спустя время после конфликта творческого перерыва когда и анар и тима себя переосмысливали и снова учились писать песни совместно на этом альбоме есть как минимум один супер большой хит как я говорю стадион если если бы они собирали стадионы весь стадион бы пел эту песню вот причем у нее интересная история а какая посмотрите выпуске вписки там а есть офигенная песня ночь например с хорусом и и телом где каждый фиксирует какую-то определенную реальность то есть там и тел рассказывает какое-то постпанк будущее происходящее у хоруса политические нотки затрагиваются к списке груз остается в таком бандитском сегменте в классика да есть я не помню как трек называется офигенный последний трек завершающий где один читает от лица папы который собирается ну там с дочкой куда-то идти и он ну все это а это от лица дочки по моему ты помнишь у анара анар недавно его читал в mc такси и это просто разлетелось нарился вот но это как всегда грустная песня короче конечно что можно сказать к списке груз показали очень праймовую форму это каждый трек выверенной каждый трек большой и у него может быть много прослушивания не дефолтная музыка это и вообще в целом к списке груз благодаря этому альбому но не просто пережили перерождение они стали какими-то большими медийными игроками то есть их наконец-то в этом году на всех медиа был я еще напомню что у этого и пи был хороший стриминга успех хороший успех то есть и песня по моему на белом она чартовая песня 5 чарта точно мелькала если не на первом месте она была на первом месте и по-моему сама и пишка тоже сама и пишка то есть это прямо первый их большой вот коммерческий успешный релиз но при этом они всю же дорогу то же самое делали монет можно дополнить по поводу к списка это человеку который никогда не слушал и вот этот альбом меня просто разорвал в щепке реально я не ожидал и мне ближе плохие парни образ плохих парней вот этот вот который воочию мы где-то как-то наблюдали просто по всем параметрам это мне ближе и когда там типа да там куску каспийского груза там я типа парнули ночью дождался там скорую короче там что-то как-то откачали но мне это ближе нежели там все глаками машут там на блоке там вот это все за холодное оружие да я как скажу я за то что вот я видел за реалистичнее то что не я мед не вот так вот я видел да а вот то что у нас в кино то что нас окружала всегда эстетика мне всегда нравилось вот эстетика моей страны может азербайджан не твоя страна но там да интересно но сэм вот он он из азербайджан фарди салют ждем альбом да ничего скажешь про осторожно окрашена блин я обожаю каспийский груз я их слушаю ну там с тех пор как они появились но вот мне лично этот альбом он не то что не понравился но я в нем не увидел чего-то принципиально нового вот именно для самой группы то есть то что там хиты то что большой успех то что все что вася сказал абсолютно сложно отрицать но это некие объективные моменты все-таки говорим про наши впечатления от музыки вот у меня впечатление что если мы там возьмем первый альбом и каспийского груза каждый новый альбом это был какой-то шаг вперед там рингтона для зоны это они как бы сделали заявку в принципе они появились потом там пиджаки костюмы там были ну типа супер культовые песни типа там доедешь пиши там режим построже потом страна а страна б они перешли на новый звук потом был альбом отдельно тому брутую и у веса там тоже как бы ну вот альбом веса мне не очень нравится там альбом брут это вообще супер пушка то есть он там с автотюном тоже экспериментирует ну короче вот все время было движение вперед а здесь и вот на этом альбоме может быть там ребята сама не согласятся но мне кажется что вот чего то чего мы не слышали раньше вот такого я лично не услышал мне показалось что это альбом он больше нужен вот именно для крепить успех но для того чтобы перезапустить в медийную вот концертную историю я вообще супер рад за ребят что они это сделали потому что они запустить медийную историю вряд ли у них не было особой медийной истории до этого не перезапустить мощные группы которые как бы медийную историю создал и концерты пошли и все и они заслуживают этот успех как вообще никто другой но вот если мы говорим просто про сам альбом мне он ну короче я вот к нему особо не возвращаюсь принял принял услышал ну что десятибалльная система типа с каждого по оценки 7 каспийский груз 7 почему блять не знаю мне понравилось но и такая 7 только 7 это хорошие так макс ставит семерку восьмерочку твои восемь баллов да так а ты там все типа считаю все же вбиваешь в калькулятор по цельку так позже а ты потом будешь средний выводить так дождь коля 8 баллов я ставлю тоже можешь сразу записать 8 баллов супер видите 8 дани я ставлю 6 до 6 это как в моем понимании это выше среднего но не дотягивает то есть до семерки для меня это не дотягивает так вася 9 минус балл только за то что песен мало мало все но в целом 10 можешь поставить девять с половиной альфач здесь big baby tape варсква варсква я не слушал стоит послушать этот на самом деле такой такой альбом с непростой судьбой до который очень долго переносился то есть если не ошибаюсь вася тейп его еще анонсировал когда мы снимали вписку это январь было это была зима до самое начало года и вот как будто бы уже на тот момент все было готово я могу ошибаться но вот он переносил и переносил и переносил и вот даже когда он в итоге назначил дату для выхода альбома в эту дату альбом не вышел что вызвало гнев он это все было изначально пранком потому что все в индустрии знали что тейп выпускает альбом 24 и например слушай это просто не выглядело как пранк этого это выглядело как стопроцентный пранк все об этом знать а в чем практик но я не знал об этом пранк в том что он в момент дропа когда альбом не вышел в тг тейпа по моему зашло 700 тысяч человек и вот этот пост который он написал последний пост у него там резко взлетели охват конечно да ну то есть он же блин к чему приурочен по моему такое альбома dragonborn то есть они могли выйти в один день вот тейп любит чтобы люди обсуждали типа где ты почему ты не выпустил альбом и начинается новая волна обсуждения и новая волна интереса я согласен с колей в одном что этот альбом передержанный тысяча процентов то есть как будто он все таки его немножко подзапылил переработал над ним плюс тейп к моменту выхода в арсквы ну с одной стороны потерял некую эксклюзивность как артист потому что он только что побывал у арны плюс выходили какие-то отдельные синглы и ну то есть тейп начал просто присутствовать как сказать в этой индустрии в этой индустрии да и вот такие ну вот вот это удивление от может еще и синглы которые выходили в этом и в прошлом году ну все-таки синглы были одиночные и они не считаются на альбом конечно там понятно что этот тейп уже другой то есть этот человек который стал миллионером стал выглядеть как миллионер стал думать как миллионер во многом у него появился там свой бизнес коуча свой психотерапевт у него появились виниры стильная прическа дорогие вещи дорогие тачки то есть все о чем что он делал аффирмацией все реализовалось аффирмация в чат пришла и привет там и джо кстати где он в армии похоже серьезно возможно и короче все говорят вот там скучновато с точки зрения там музыки но ты всегда выдавал вот эти лупы похожие на которые типа и залетал улетал мне например большая часть то есть я когда послушал альбом я не понял почему на него такое ворчание и реакция потому что мне скорее после первого прослушивания он понравился правда искренне то есть я я шел такой думаю можно танцевать под эту музыку короче под эту музыку можно танцевать классно она как-то вайбит она ну приносит вот немножечко хороших красок выйти в эту декабрьскую москву но мне кажется его прорс не очень считал негативная реакция тоже очень был удивлен узнав что-то пранк потому что я вот я так как это подумал ты же помнишь что на ту дату на которой изначально была анонсирована ворсква были запланированы альбомы джи буду и каких-то еще больших игроков и вот это выглядело так как будто он просто испугался конкуренции менять но для аудитории это выглядело именно так для меня подожди для большинства комментарика то читает больше ну во-первых ты бизнесмен наверное бы постарался все риски срезать ну во вторых давайте будем объективны старт ворсквы был бы в любом случае лучше все люди которые это вот же буду и много которые дроп или в этот день потому что tape в отличие там от других рэп-артистов он все-таки чартовый рэпер да а таких ну мне кажется по пальцам при этом вот такие корейские грузы и ты при этом как вас как человек который следит за чартами я скажу что хоть альбом и на первом месте альбомного чарта vk но ни одной из песен в топ-5 нет давай чтобы не это дань что-то скажешь про варкску а то это начнется списка просто неожиданно ну опять же микрофон поброски поэтому я знал будет я как бы меньше про чарты больше про музыку с моей точки зрения ну прошлый альбом тэйпа dragonborn он ну стопудово это было новое слово в музыке этого звучало по-новому это был грязно перегруженный бас это качало это было то есть даже я не фанат как бы этой музыки там не фанат тэйпа но это объективно ну просто что-то было новое варкскула ну она звучит ну короче довольно тайпово как вот типа бандана тайп что-то такое кстати когда вас я говорил я подумал может быть такое заниженная реакция первичная потому что люди будто бы услышали бандану и будто бы варксла повторил ну во многом похоже то есть мне ну как бы бандана не особо ты зашла но опять же это прикольная концепция которой не было вот с этим ретро звуком тогда это клёво залетела плюс как бы там был кизару который все это разбавлял тут как бы чисто тейп который читает из треков трек про одно и то же дожди с кизару тоже на залетел на альбом фиточки есть не фиточки енный фиточки есть да причем и макиянки скизара мне больше за зашел потому что там еще кстати вот многие ругали то что там сведения на этом треке скизару типа она грязная когда кизару прослуженный такой но вот мне это очень понравилось этого добавил альбома какой-то грязи который ну типа них них не хватало на других треках вот но даже если посмотреть вот на другие фиты с кем там еще fit с алблаком с кизару с маканом и бэйби мэла и вот если сравнить фиты вот которые были на драгонборне там у него депо и джимба айсикс ванта видно что в тейп он сдрифовал как бы в сторону такого как бы творческого рэпа да нифига подобного таким тусовки просто ну гангстером и он хочет выглядеть таким типа серьезным бизнесменом как бы ну и вот когда чувак 18-летний который был весь полон каких-то новых креативных идей и залетал ну с такими горящими глазами он превращается вот в этого скучного инфо цыгана который там с винирами в зубах затирает то что вот и там бизнес-школы там мышление аффирмации вот это все ну это как бы вообще не мой я ощущаю какую-то духоту и мне вот таким человеком ну как бы слушать его рэп про то какой он успешный мне лично как бы это не близко не интересно так рэп это в целом музыка про то какие все успешные да нет ни разная в основном как бы гуф это например город дорог это не про то как быть успешным время да и последний альбом гуф это про то как быть максимально неуспешными несчастливыми мистер трунов кто следующий из мешка короче все было должно было быть быть более нативно но я не вижу что-то бульвар депо сертовский токсик ой какой хороший альбом сертовский токсик сертовский сертовский до сертовский 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 токсик вы же там нету вы знаете да почему так что он живет в сертово да это было просто бро ну мало ли вася начнешь или да давай я начну так во первых я хочу сказать что свадебный клип это гениальная работа то продажи я когда я во первых начал танцевать дома то есть я смотрел его я танцевал я понял что если у меня будет свадьба я хочу такой же всратый танец безумно я его смотрел но просто десятки раз офигенный я согласен с мнением что этим альбомом он не как-то пробустил себя на какой-то новый там этажик то есть это не с не самая наверное удачная вообще работа и самая его праймовая но и при этом она не самая слабая то есть там много песен которые хочется переслушивается это уже такой артист состоявшимся стилем с каким-то своим такой которого всегда узнаешь там по первым там своеобразный у него есть там свой почерк там в флоу у него есть точно свой почерк в текстах потому что они прям отличаются бульварчик крутой ну факт я бы наверное очень токсичный я бы вообще базар противовес тому что сказал дания вот этот альбом не как раз таки понравился тем что даже на самом деле как назывался сингл который в питере он снимал русской советской песни для машины еще на заднем плане не там ай или ой ай ой вот это есть такая песня с прошлого года как мне показалось бульвар он принял на себя эту роль чуть более старшего чем молодых и мне нравится то как его лирика чуть изменилась так он с точки зрения дань это типа душно немного но мне как раз кин ранее то что надо чтобы кто-то из них взял на себя эту роль и начал уже читать про другое тебе как бы 32 года ты можешь вечно быть молодым и мне нравится что бульвар он становится чуть старше ну смотри у него дети сейчас дома жена а прям дети у него дети от жены а прости да поэтому конечно это на тебя накидывает какие-то мировоззрения другие штаммы что пройти что подметил когда выходил old blood альбом это было 2020 года они дропнули в один день с гонфладом я помню что бульвар чик занял просто все места в чарте то есть 50 века точно что даже по моему аутро или скиты стояли выше чем самые вы топовые песни гонфлада вот в день дропа может и тогда три года назад это было каким-то невероятным событием это был чуть ли не самый ожидаемый вот релиз года как примерно у тейпа war squabble то есть то чего все ждут в этом году наверное три года спустя к сожалению это уже не становится каким-то большим резонанс потому что он бы чуть повысил планку он не чуть чуть повысил и сразу отсеялось то большое количество который приходит ради джампа я думаю что история так очнулась что сейчас шумят и создают события уже другие артисты это было его ждут как знаешь ну как человека который может выдать большую работу не знаю как как условно и тело вот если бы сейчас и тел там времен и я признан именно агентом в рф помнишь вот 2017 год и удару делает одно интервью за другим и все говорят и тел и тел и тел и тел то есть сейчас для нового поколения и тело это что-то вот из прошлого такое уже вот так это и есть пружина это сколько время наверно тоже уже в прошлом при этом я бы я говорю я одно скажу я может там допустим ничего не знаю так но я знаю точно что у него будут еще альбомы в этом году не знаю нет вряд ли а то есть в принципе еще альбом он солдат да и наверное наверно 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 как мне кажется он как раз сам все понимает он умный чувак он сам все понимает что да как куда там двинулась и готов к этому то есть мне кажется что следующий альбом будет другой я имею ввиду другой то есть он будет он будет абсолютно другой с точки зрения там будет название и другие треки я хотел я хотел прогнать и тележку быстренько можно я просто подумал я очень много думаю о том в последнее время что вот нас же немножко загоняет вот это парадигма то что каждый альбом человека должен быть каким-то рокет-джампом каким-то взрывом каким-то выходом на новую ступень я стал думать о том что в том числе мне очень нравится когда человек не делает такого рокет-джампа при этом остается с собой сохранять свою эстетику свою айдентику и свою самобытность вот эта тема про рокет-джамп это наверное отчасти потому что половина аудитории которые слушают рэп по миру сейчас воспитана кани уэст мы все-таки он у кани у вас на каждом альбоме плюс второе ощущение что не воспитана половина аудитории отчасти вторая часть это дети для детей рэп это интертеймент я думаю запускает 5 одинаковых альбомов за пять лет и те кто слушают нас и слушают лирикал рэп никому в голову не приходит что блин а почему он не сделал трэп свитч да не просто вот допустим если мы что про бульвара говорим это люди из категории там ну я их поддерживаю мы никому ничего не должны мы обычные артисты типа вот и все мы делаем что нам в кайф это да а про рэп просто же рэп в принципе жанр рэп жанр рэп игра это именно что игра это соревнование то есть здесь важно быть самым первым самым свежим самым успешным богатым стриминговым самым богатым и в том числе мне кажется это парадигма она нас как слушателей тоже затягивает и я делаю в себе иногда усилия чтобы с этим бороться или исполнителя не только потому что там он какой-то супер стриминговый чувак а вот просто потому что мне нравится то что он делает то о чем он говорит то как он звучит это базар чик что цифры вообще вот соревнования всех загнали еще когда какие крупные паблики вроде нового рэпа и рифмы понише всегда корцы ревновались 70 тысяч лайков за минуту там миллион прослушиваний за первый час но эта игра а игра предполагает некую соревновательную основу понимаешь тут же темнёшка немножко все тестостеронные эгоцентричные личности но грустно грустно когда соревнований только в цифрах где соревнований в барсах бифа и в соревновании в концепту ресторана зачем ты уберу баттлы соревнования в барсах может быть только у кизару потому что только он один в барсе точно да как барса макс ну типа сейчас все вот в тестостероновой погоне гонятся за прослушивание так далее но почему то есть сейчас в россии основной аудитория основная аудитория потребления музыки это дети ну судя по вот по альбомам во всем мире всегда так было я думал ты показываешь на меня по списку просто 8 процентов артистов которые там это это детские артисты в списке основной доход артистов это дети просто вот в общем они ходят на концерты концерт и лсп до сих пор ходят дети в основном мне кажется что это специфика русскоязычная стриме это везде подожди подожди это специфика русскоязычного стриминга рынка потому что он небольшой кто-то не говорил о том что количество людей которые пользуются стримингами в россии это 15 или 20 процентов словно говоря в штатах есть гризель до который делает десятки чуть ли не сотни тысяч долларов зарабатывая на слушателях 35 плюс и вообще срать на в россии то есть тут каспийский груз я не думаю что они не зарабатываются не ровным зарабатывают но вот этот трек вот на за сколько мяч арте знает насколько махом и продает свои альбомы кто продал махом и за сколько он с альбом он выставляет на сайте мой новый альбом условно говоря 3000 долларов и люди скупают а я я думаю что это просто особенность в том числе российского общества где до сих пор средний класс толком не сформировал российских рэп артистов можно назвать конъюнктурщиками что они знают что сейчас это можно потребление но это с нашего списка кто из них каких-то может и всему им но мне кажется это же знаешь в принципе любой человек творческий который что-то делает не в стол не для себя а для публики он так или иначе когда приходит зайдет это ну вот мне кажется много знал он выпустил альбом который вообще стойте подожди мы дойдем давайте давайте баллы не ставим баллы серталский токсик макс слышал да слушал я ему ставлю 4 так 4 на 4 7 вася 7 так дани пятерочку дани пятерочка витя семерочку семерка от меня тоже летит семерка семерочку мне правда очень понравился оле самобытным а ты прикольно семерку поставил тоже вообще в целом вы заметили что я самые высокие оценки ставлю да самый добрый просто самый высокий потому что сидишь на стуле и вот на это чудо у него просто чудо-юдо все мы меняем чужу пипу на чудо-юдо пипу чудо пипа это было так что у нас дальше итак альбом лсп несчастные люди ого-го-го начну я да погнали во первых как а мы его не выкинули так ты вообще короче я этот альбом ну как и наверно коля слушал еще в демо-вариантах эти песни не знаю зачем я выгнулся эти лсп один из трех моих наверное любимых артистов это важный момент я чуть-чуть мы общаемся но я чуть-чуть пристрасти мне правда нравится правда фанат лсп в последнее время олег показывал отнюдь не праймовую форму свою выдавал одну за другой какие-то бесполезные странные порой демки ты просим года просим года который иногда вообще непонятно зачем мимо мимо трек мимо трека но с этого альбома я честно считаю что это классный альбом у него есть как минимум один прям большой хит это secret place и клип подразъебал они прям сильно постарались дан дёрте сделал хороший звук и вообще дан дёрте и лсп это будет наверное такая логичная логичное продолжение звука после ромы англичанин то есть он бы какой-то вайбец мог бы поймать дать на самом деле дан дёрте мне очень нравится песня несчастные люди она в целом про такую совка с про такой совковой менталити где все любят деньги но при этом не любят успешных людей не любят там улыбчивых наслаждаться же все любят грусть да и любят наслаждаться жизнью он прям классно ловит это настроение в этом альбоме много политических высказываний майк прям много микрофон микрофон прям много тему я думаю что много политических высказываний олег как всегда их под слоем металлировых хоронит до завуалировал но кто как читал смоки мода тот кто знает поймет о чем речь идет вот так кто-то знает поймете очень красиво вот так вот короче ставлю этому альбом это подождите 9 сразу записываю твоя любимая песня с альбом какая несчастные люди несчастные люди супер да ничего скажешь я тоже огромный фанат лсп под их треки прошли у важный момент поближе карту опустите короче по треке лсп прошли очень важный момент моей жизни но вот этот альбом наверно 1 в их истории которые вообще я не понял и то что вот вася говорил что выходили синглы мимо один ними другого мне кажется что на этом альбоме как раз много этих синглов да но они работают в концепции альбом а не бывает такое что дизель ты слышишь сингл это буду еще за хрень потом выходит альбоме в альбоме он звучит по-другому такой бывает ураган не ураганы не убежал они вообще раскрылись по-новому причем это лучшие синглы которые выходили это лучше но они классные классно звучали а сейчас еще и раскрылись ну да и вот тот же самый трек secret place как бы он драйвовый прикольный но вот у меня от него осталось ощущение как будто бы олег пытается поймать вайп вот ну который у него был там дома в прошлых лет да да и как будто бы вот повторить это заново но мы понимаем ну то есть ты слушаешь ты понимаешь это уже другой человек он уже повзрослел ну и в принципе как бы зная контекст его жизни как-то в этого все не особо верится вот поэтому не знаю у меня от альбома вообще эмоции нет какая твоя оценка а мы же не ставим еще не ну давай сразу все уже поставим блин ну 55 окей ведь короче вот весь список который мы обсуждаем это люди которые прошли большой путь они самые талантливые салантливых людей это фары подчеркнула здесь и здесь естественно кроме меня вообще не обсуждается вот и надо понимать я просто не особо люблю вот это вот там критику короче потому что скорее всего как бы это не звучало из моих уст проблема в самих нас есть нам что-то не нравится да мы говорили великие пошли молод и относишься к трэп критики это вообще мне кажется основа основ вот особенно если упаковать все в такой розовый цвет без логотипа короче ладно еще аббревиатура как я задолбался раньше до того как я подписался на это молодого человека искать его канал везде не знаю я называю легенда просто легенда но мы не сейчас о других легендах ищите данью порно рэпа в телеграме короче да 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 короче это талантливый олег безумно талантливый чувак вот я не могу сказать что у меня какое-то там пристрастие есть да я так очень далеко от него от этой музыки но понимаю что он очень талантливый выкупаю вообще и что но бы я согласен место как будто вот это высосаны из пальца вайп который вот пытались догнать надо понимать что я этот альбом слушал один раз всего да то есть как не прочувствовал вообще скорее всего это возможно простите нас пожалуйста мы светим и просто старые уже злые люди мы такие это супер каждый зритель найдет себя в одном из нас на группы контейнер как бы да это повлияло а когда нет влиял вот бы коллабую ладно короче и в общем мне трудно говорить это вот я к чему это все подвожу но я бы дал там максимум пять не знаю я как-то не выкупил это все и от где-то подсознательно чувствую что блин я что-то как-то не допер не хотел допереть вот это важно да это или не допер потому что не было или не обер потому что не хотел допереть как-то да внутри не хотел допереть когда мне не хотелось на это откликнуться я понял какой выбрал 5 до 4 коль фанаты группы контейнеры где же альбом page техника в списке будет мне на самом деле еще сложнее чем всем остальным здесь присутствующим потому что у меня-то фактически траектория жизни строится по дискографии лсп то есть он настолько сильно в меня попал свое время что вот я просто с этой музыкой проживал определенные стадии читаешь своей жизнь сука смотри в глаза что ты шоу топишь я тут делюсь своими откровениями этот альбом как будто бы он более норме сны чем предыдущая работа лсп и мне довольно сложно это принять и признать как старому слушателю который вот помнит все былые высоты при этом я понимаю что есть такой жанр как альбом написанный по воспоминаниям допустим у исполнителя брута которого мы уже здесь обсуждали был была была прекрасная серия альбомов год дем и первый из них он написал просто вспоминая свои какие у исполнителя шока был и молодым годом исполнителя лоб долго все строится 100 процентов 100 и это неплохой творческий метод он имеет право на жизнь и я считаю что олег достойно в этой ситуации исправился 70 70 разума гадов привет следующий 52 главная цифра этого года но без туда же спорить 52 это у меня у меня очень плохое зрение алблак или так албак албак что меня очень удивило я я вам сейчас расскажу историю я был играл сет в барнауле кажется и мне ребята нет не так я играл сет в воронеже и люди мне рассказывали что до альбома приезжал алблак не собрал площадку и вот буквально вышел альбом и все начали вот ходить и благодаря вот этим мемным фразочкам ей 52 это второй это все разлетелось гораздо шире и для меня конечно удивительно что для такого сурового альбома у пацанского вот с эстетикой я не знаю какой-то фильма о братве типа бригада главной движущей силой стали мемы да это конечно было умудриться так он еще и не отрицает эти мемы и активно их поддерживает так он красавчик потому что понимает как это похоже на механику кезару он тоже чёткий пацан но вот он умеет использовать свою комичность он х но они оба харизматичные просто ребята которым липнет там фразы и так далее там бублик и так далее давайте по альбому вася чё скажешь по 812 дух хорошая заявочка мне не хватило разнообразие на этом все-таки алблак пока имеет некий такой однотипный flow однотипную рифмовку и конечно когда ты слушаешь его долго это начинает надоедать причем я так понимаю что есть песни записанные в разные периоды и песни записанные в новый период как будто звучат уже по пизде но мне он напоминает без а известно его если помните причем внешне даже они очень внешне да то есть он такой тоже мы же можем поставить две фотки без а и алблака монтаж позволяет давайте это сделаем потому что это реально вот один в один но мне он кажется потенциально очень большим артистом алблак а за счет чего какое главное качество блока вот на данный момент на той взгляд за счет но опять же за счет того что у него присутствует сама ирония у него в целом такие но вечериночные треки разъем клубные клубные а какие клубные клубные песенки клубы еще существует но я подразумеваю то что под них все я просто в зале до дэнс это их двигает подождите стоп реально уже никто не горит клубы откуда-то он всегда это говорил клубные клубные там типа клубная музыка вот я как тоже это принял да вообще all black выдал мой любимый куплет года на альбоме скриптонита куда москва-казахстан да без барма кто бы мог подумать доказать но я всегда работал так как будто я давно давно все знал давно все знал в один куплет пихаю мыслей больше чем в подкаст да какой балл какой балл семерку семерочка неплохо братишки у благ неплохо дань мне очень понравился альбом для меня это что-то свежее и очень кочево и не знаю короче ческазать просто классно восьмерку это самая большая оценка да не до сих пор неплохо пока неплохо ведь первый раз я его увидел когда ему фастфуд сняли клип и я его увидел сразу боря почему-то я увидел сразу блин я подумал так я запомнил эту мысль прикольно было бы если бы он стал популярным типа он такой прикольный чувак и мне кажется вот такой типа с короткой стрижкой такой массивный пацан это такая вот очень много да в кино у нас в россии был показывать всякие стасы борецкие ну а так немножко очень важно потому что возвращаясь вопросу макса русскоязычный хип-хоп и русскоязычная поп-музыка это в основном музыка для детей в том смысле что молодого поколения и когда появляются артисты которые похожи на человека на котором мы видели на телевизоре то есть бабушка не увидит алблак ангарс борецкий а но это миша круг это очень важно бандит какой-то да очень много русских рэперов пытается думаешь они плейбой карте люди в россии смотрят за хрень а тут появляется же беги а да 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 это типа беги беги разбить же кто беги облоги не я про то что это очень важно ну какая-то авторитетность такая внутренняя есть вот это вот мы там я когда смотрел его уже не джон я так угорелся он такой смешной чувак оказался вам просто там сейчас стопа не вот сейчас будет вообще типа ну он смешной харизматичный чувак и я первый раз альбом послушал думаю бля ну их просто на второй раз меня прямо разнесло очень крутой альбом не могу сказать что например у меня в точку попадает но то что у меня качнуло это правда по за последнее время это редкость и в целом это феномен в каком-то смысле феномен не знаю все вот то что сейчас происходит там на рынке фип-хопе она у меня не близко я не могу объяснить почему и как а вот это почему-то близко и то как они объясняют свою музыку в том числе я имею в общем 52 алблак просто харизматичный большой дядька который может все как мне кажется у него в треках много таких откровений про жизнь они в принципе славится ну каких-то там не знаю там проблем с наркотиками и так далее не отвлекается какой балл 8 8 колян очень нравится энергия этого альбома вот когда не хватает сил когда там утром нужно встать проснуться взбодриться сесть в машину куда-то поехать я оставлю что не едешь на машинах на лошадях песенка из далеких времен таких песок увижу 10 лет назад был вообще время течет до корона все убило мне энергия нравится она прямо очень помогает заряжает и как-то тебя прокачивает 7 из 10 крутой альбом макс я не слушаю но я пау-треков слушал главный эксперт сидит в кресле есть заявочка на следующий артист давай погнали кого-то хочется особенно вставай про мои ловкие руки я выскажусь и спокойно буду молчать и спокойно уйду домой ладно много знал танцев club без танцев порядок вось в общем макс макс очень долго выдрачивал и вообще делать альбом у него есть я не знаю табак или фича но он часто не дает шанса песням потому что думает что ну возможно она не зайдет людям его аудитория коренная разлюбит его после этого эта песня ну короче он стопорить каждый раз да как без лишней критичен излишней самокритики а живет и тут он все-таки решился выдал материал после того как опять же большая часть аудитории именно массово она уже забыла про его существование остались прямо в коренные фанаты этот альбом имеет специфичное сведение она вот сам сводил да почему все все как-то критикую сведению потому что в сильно притоплен голос так это же фишка я можно чуть который превращается прям чуть-чуть перебью буквально 20 секунд короче я он нас слушал на мониторах студийных и там все окей в основном люди слушают наверное мое понимание в airpods и там наушники вот там он притоплен и возможно даже с телефона до этого но он там не притоплен когда не нужно на говне слушать музыку но при этом давайте на студиях вот как если говорить о том о текстах макса то он никакой великий не какой-то там великий текстовик у него не какие-то там супер крутые рифмы часто притопил ударить да да поэтому этот голос который звучит сэмплом губнящий именно он так из половину не понимаешь можно даже ему идет да это расскажу давай давай влезу мы что еще хочу сказать что он будет дальше как он сам заявил себя в телеграм-канале делать еще более грязное звучание когда голос вообще не разборчив альбом как будто бы намного страшнее чем предыдущий потому что он тоже фиксирует какую-то реальность есть там отсылки к событиям которые сейчас и но не знаю альбом предвестник апокалипсиса очень классно слушается зимой в темноте вот так оценку ваша оценка оценка 8 хорош я хотел сказать что я в принципе практически все альбомы много знала слушал всегда не разбирая слов то есть я их слушала как как знаешь какую-то бубнящую успокаивающую или наоборот нагнетающую тревожность музыку которая вот просто тебя грузит этим голосом даже вот у скрипа мне иногда хотелось погрузиться что-то разобрать понять там о чем он поет а здесь как будто бы даже и не тянет мне люди скидывают текст это то что чуваку член там отстрелили это реально жесть какая-то но вот я в первую очередь ее именно так слушаю как танцевальную музыку с таким вот ты очень правильно сказал про сэмпл про голос как сэмпл это крутая мысль крутое наблюдение еще у него есть такая фича что его с первого раза это слушать первый раз он не нравится сто процентов конечно же ты много знал ты тот артист который хочет заставить тебя послушать его второй раз не было все круги ветров был колхозник который меня вообще удивил то что макс выдал колхозник я не знаю что с ним случилось чтобы у него вышла такая в своем стиле но все еще для доступной массы а в целом будто бы вот я не особый там спец по многознала но всегда слушаю многознала и смотря как он двигается есть ощущение что макс такой сидит и думает я не буду играть по вашим правилам я заставлю вас слушать то что я выпустил и у него это получается третье попытки я скажу что это какая-то абсолютно не массовая недоступная ну широкому слушателю музыка в хорошем смысле но при этом она как я понимаю хорошо стремится ну потому что у макс одна из лучших фан-бас верную фан-базу вокруг себя и он сделал карьеру музыкальную какой балл ставишь девяточку где можем так 9 так сильно обрадовался первая девятка дань ой вася у тебя была восьмерка у меня восьмерка восьмерка дали у тебя что было мне ничего не единичка от еще не высказывался и ведь тоже не высказывался тогда начинай макс мне очень нравится тем что ему пофигу вообще на все что происходит в этой жизни ну у других людей он просто вот двигается на своей волне всегда так поставим внизу бегущую строчку что-то вредно и употреблять не нужно но макс рассказать историю он не по не про это вообще он очень светлый человек и очень классная музыка вот тоже какая-то хоть она темная но на самом деле в ней если вглядеться тоже вот есть этот цвет пусть он как бы из тьмы там откуда просачивается красиво вот и прошлый альбом ну он конечно был посильнее лично для меня в том плане что он все-таки был более универсальный более разнообразный там были классные и сконцентрирование там был вот этот колхозник бенгер и ну в целом как бы ты его слушаешь ну может быть он мне просто проще дался я с тобой согласен в этом альбом этот альбом он сложнее его как бы даже не супер хочется слушать если ты не знаешь что это многознал то есть если вот это был немного знала просто кто-то я может быть даже бы прошел мимо но так как я подключен к его музыки к его личности то это заставляет меня вглядываться и что-то в этом видеть и в контексте естественно времени тоже вот поэтому у меня такое как бы сложное отношение но у меня очень большое уважение вызывает то что он позволяет себе делать такие паузы между альбомами и выпускать после этой паузы такой сложный для восприятия материал сейчас такого очень мало это просто само по себе респект конечно какой-то балл он наверное 7 ну то есть это хороший интересный альбом который заслуживает внимание определен порядок ведь короче макс и правда светлый крутой чувак спасибо личность очень интересно он он просто максимум макси у вас типа не знаю он опять же очень умный человек мне кажется мне интересно слушать его как вот они в песнях вообще ну крутой реально крутой человек с принципиальной как мне кажется в правильном русле но я не переслушивал альбом сто раз да как бы мне вот вы правильно говорите это надо несколько раз прям послушать мое мнение я не буду тут долго рассусоливать скажу так макс очень мощный чувак и он мог сделать в сто раз лучше вот интересно вот все если бы он захотел нет просто понимаешь альбом как говорил один человек не помню кто хит ну просто да в общем это ко все сложилось тут просто вот дед как не сложилось где-то как-то так бывает эта музыка весь процесс даты написал где-то синтезатор у тебя уж песня есть там все записал ты уже все не уберешь ты как-то из контекста вот и не знаю я не могу поставить высокую оценку при всем уважении к этому творчеству к этой эстетике я бы 5 поставил вариант задушил макс ты слушал я нет не слушал не слушал вначале сказал но поставлю 6 напиши бывший она тебе перескажет следующий альбом here on water альбом here on water читать его dreams money can buy что я думаю об этом альбоме во первых там есть строчка что он что-то сделал и с ним никогда из-за этого не выйдет шоу вписка это на второе момент что в комментариях под впиской есть два имени которых все хотят первое таки шлак второе это here on water вот так это сложилось я не знаю почему не пишут там платина не пишут фарик вот именно here on water и это просто два имени года которые так это боты так какие-то вот и кишлака на этом альбом щеки есть как минимум один хиточек это как он холод называется аллахала любить тебя буду трогать любить буду он так и называет любить буду но то есть можно любить буду может быть моё то можно любить то все 3 на которой клип еще с оркестром life ну мне кажется что он один из по сути главных таких полноценных новичков года пусть он был известен еще в прошлом году но если говорить именно музыкальном прорыве о том что он там создал какую-то большую аудиторию большую фан-базу он успешно там гастролирует выступают на клап-шоу него приходят он как будто перехватил такую эстафетную палочку у скале милана там в бэт барсах где-то сделал их еще острее и мощные прикольно наблюдается прорывом человека который когда-то реально имел там 18 подписчиков по блоссе еще пару лет назад продик и прошел огромный путь за этот период еще и с маканом сфоткался есть у тебя сэм фото с ваканом или нет если реки буду с маканом нет какой балл балл семерка порядок порядок так да да не ушел себя блин мне очень понравился понравилась песня вот это вот любить тебя буду трахать тебя буду потому что на как будто написано от лица у такого типа кавказца которые цепляют русскую девчонку и дальше он с акцентом ну как бы там самой песни вообще нет отсылок к этому но вот он с таким акцентом читает и вот перечисляет все что он там будет ее там возить на машине там дарить цветы там потом трахать там и так далее и это очень рожачно и потом очень рожачно смотреть на автора этой песни это как бы такой доходяга длинноволосый как бы максимально вообще не похожий не факт герои да ну его в общем интересно что вот чувак так может перевоплощаться вообще в другие роли меня это впечатлило вот ну просто респект за эту песню и вот все дизайнер тоже классная песня вот мне две песни понравилось альбом в целом ну типа немножко такое тоже однообразных что ли поэтому ну вот как бы две песни крутые альбом в целом фиг знает и альбом в целом получает от тебя чё бы ты поставил вот если две песни крутой альбом в целом фиг 400 ну короче шестерку шестерку на бэд на бэд виктор да я буду краток тут я просто сори за духоту но блин не воспитание просто не позволяет такую музыку слушать и самое дерьмовое что можно сказать это я почему-то сразу представляю как это будут мои дети слушать и стоп 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 в этом нет ничего плохого это не душно музыка существует для разных слушать они я как бы это не твоя музыка вернувшись что он душный пусть идут и слушать своему да идите на хуй все а то меня бесит эта хрень не братан я имел ввиду то что да как я и до этого говорил все в списке талантливейший из талантливых богом но я буду правда я пытался это послушать но вот такой вот я человек и в целом мне эта тенденция не особо близка по музыке вот и все но я понимаю я понимаю этот прикол то есть и я считаю что он крутой чувак это еще надо все придумать компоновать и так далее но блин я не могу то опять же тут высокую оценку ставить сколько поставишь ладно давайте 4 4 блин никто ниже 4 макс перехвата здесь круто я не могу понять как он это продал в плане на что собралось аудитория вы можете объяснить на свежесть но эта тенденция я не я почему говорю что душно это нормально можно я объясню на что потому что он говорит на языке максимально доступным его слушателям прямо сейчас человек выстреливает потому что он чувствует время когда все искали милана по большому счету он почувствовал что скам рэп будет разъебывать что молодые ребята там 13 и 14 лет которые будут кричать с к м ты знаешь эти четыре буквы м вот то есть и он это угадал он это дал поэтому это слушает я просто не из той возрастной категории я знаю вот у меня там есть подруга диджей когда в дубае живет она прям искренняя фанатка херен ватера вот четко выкупает его зло таких людей много не безусловно безусловно что же твой взгляд твой мне показалось просто слишком детский слишком такой вот меня племянница ей 17-го бумага что-что что-что херен ватер это влад бумага у меня племянница и она фанатка cmh ну этот крэйзи мега руслан короче и да респект ему он поздравление короче для моей племянницы прислал за что ему большое спасибо но я к тому что дети я будут мимо школы там где-то прохожу и вот это там ты слышишь бляда ебаный в рот короче да каждый человек вправе да там ребенок и так далее как-то там расти и куда он хочет но в общем и целом как-то наше время такого не было наше время такого не трава была сильнее газа красный плесень хотелось бы у них не было такого времени там как у нас слушали король и у всех это время будет мне опять же у меня правильно поймите я не к тому что у я там какой-то там моралист да 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 конечно пуритами имею ввиду просто хотелось бы чтобы люди тянулись каким-то правильным вещам где это возможно как ты тянулся контейнер это нормально мы уят в детстве слушал чемодан план там же тоже да я тоже много слушал как у тебя балл макс какой-то балл балл я 4 поставлю 4 коль завершать все просто будет 6 6 а если он придет на вписку сколько поставить 20000 226 почему 6 паре слов хороший альбом слушал было интересно но как будто в прошлом году когда слушал было острее то есть там песня пели на до сих пор меня просто разматывает до сих пор пьешь ли на бывает бывает а потом я спрашиваю это почему он у вас на радио не играет сейчас у меня просто горло болит я вот сегодня с утра пил или на как раз я сам все это вырежет осуждаю что не надо заниматься такими вещами а ты такую оценку поставишь сам-то сам-то а все хорошо не слышала а почему стой ты почему-то не слушал но потому что я слышал пару песен в прошлом году а что за ведущий такое я эксперт блин я их просто двое один слышал другой не слышал вот объяснить единственно потому что я слышал пару сингл в прошлом году я помню что это не мой артист я чай который слушал только ту музыку на что ну вот тебе не любопытно нет вот то что я слышал мне не любопытно что деньги платят насчет чего опа насчет того чтобы я высказал свое мнение вася основа нам друзья нам дальше поинтересно френдли так кристофор коломбо значится так вот любимый альбом сэма серьезно расскажу кого ты слушаешь я слушаю салуки давайте я начну хоть раз в общем прошу прощения у меня друзья из питера где-то то ли случайно то ли как-то в общем встретились с френдли так меня не буду это все рассказывать но могу сказать одно этот человек который спокойно за незнакомых людей закрыл стол то есть вот пришли он реально такой на френдли он читает то что вот какой он в жизни это правда я просто такой в этом плане как бы шпион да мне это всегда интересно и за это ему респект после этого я переслушал еще раз альбом и он мне как-то откликнулся но первый конечно же в моем понимании был сильней но аврора да 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 не знаю моем понимании сильнее там по какой-то больше такой музыкальной теме но это на удивление первый раз я послушал я подумал о пассажир сбитый по быстрому а потом я прям сильно понравилось не знаю есть в нем какая-то тема которым я не понимаю какая но она мне очень сильно безумно откликается душевный русский рэпер да не то что душевный как-то вот в нем есть вот эта доброта настоящая не наигранная я не знаю как это объяснить чувствую короче если без шуток да христофор колумб открыл америку да он не открывал америку продолжать и потом америку вывезли кучу рабов из африки я это осуждаю так называемых рабов я поэтому считаю что такой альбом не может быть хорошим называемых смысле они реально сделали рабами я кстати умную мысль это выбор у нас в россии рабы это мы же сами короче американцы не будь тупыми просто взяли как бы и братишек до так сколько у нас еще стало но если кроме кроме шуток очень классный альбом интересный мне больше понравился обложка этого альбома ну вообще вот если вы заметили у тусовки 52 у них обложки я не знаю кто рисует но если кто-то от можете подсказать ну видимо один и тот же парень потому что у этого эвазовский до крейсера аврора христофора колумба и у этого all black 52 альбом они все в одном стиле сделаны и вот обложка all black а по моему это вообще обложка года потому что она сделана в таком стиле как будто это могильный камень кого-то авторитета питерского но при этом она еще отсылает к обложке тупака не олайзан да абсолютно там не хватает на то есть они как умудрились совместить отсылку к тупаку с вот этим образом как бы питерского гангстера сзади знаете лучше панч этого года какой у гуфа на альбоме он так звучит так 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 интересно к чему может сниться тупак хорош хорош кстати я не просто так прогулку сказал потому что он ли так он немножко похож на гуф и что он тоже он такой какой-то искренний простого то напоминает но только не нынешнего гуфа вот того вот раннего гуфа который был такой как бы очень добрый на контрасте с остальным рэпом вчера бы даже не то чтобы добрая музыка вот обычный чувак свой когда вот фрэнли так он очень импонирует вот этим строй какой твой балл до 3 строчка у фрэнли тага обидная очень было как про москву то что москва грязная но в ней много денег да вот чуваки а вы в питере были ваще кто не убирают создавая помойка была метафора что типа грязная потому что много денег ну типа грязь не умеет океана метафория грязь что типа грязная развратная да вот сюда что-то не очень много символов символизии да какой-то баллы кистофора он он верующий да да не ада был сложно решить но между шесть и семь семь спасибо чтобы накруглил вас но присоединяясь тому что он душевный чувак очень нельзя чуваками называть в общем душевный мужчина душевный босс ездит в монастырь кстати время от времени в нем в текстах чувствуется стержень какой-то ты типа знаешь читает и ты веришь он никуда не торопится не пытается вот это йол-йол вот эти игры в рэп это просто как будто человека в стонике знаешь такой с короткой с короткой причесочкой что-то рассказывает очень убедительно при этом весьма вообще мне нравится что рэп в россии он начал немножко качаться в текста центричность обратно и там есть альбом 7 например который почему-то не ваш хорош отличный очень хорошая любом да где человека на секундочку начал говорить не знаю там о проблемах семьи там о своих переживаниях после потери родных что вообще далеко не каждый делает то есть такая альбом исповедь ну есть у гуфа понятно всегда был альбом выставить но вот сейчас то есть еще передача исповедь там должен был передать из где она спаси тот же сода love нас на самом деле выдал текста не хотим твое мнение спросить это же это же бай это же чистая плагиат этого гризель ты слушал саду love просто салют просто на альбоме есть бит это ландер лучший продюсер россии сегодня после того как ты 3000 лет скачешь на и потом такой не ребят стоп я джедай от команды о чем ты говоришь но он же причем тут же дай но такой типа я нашел поток осознанности с точки зрения flow уже примерно три альбома и очень текстов вот этим обращение cold school у там ку-74 там чемодан зачем ты мне это рассказываешь затем блять что я тебя просвещать я кто-то должен просвещать сидишь белые носки вот так вытянут брат в америке не ходят в доме в обуви кучка где твоя обувь где твои кроссики мы обувь здесь вот так вот можешь пожалуйста мою оценку исправить на девять прошу прощения потому что я прибавляю балл за трек со скриптонитом который пропагандирует отказ от наркотик о базар и за то что стол закрыл еще нужно был смелая история как мне кажется стоп закричен откровенно стол закрыт кто из нас очень кому стал закрыл вопрос ребром пошли вопрос ребра мне не нужен макс ты слышал я не слушал но я боюсь эту тусовку так агрессивно выглядит как будто меня там еще ряд пацанов есть вот она слишком фанатская какая-то нет она скорее всегда в хип-хопе мне кажется чтилось вот это братство какое-то коалиции там организации группировки называйте как хотите и это прикольно пацаны должны объединяться ну ты что против пацанов что заметь я не сказал чуваки они все просто бритоголовые такие он не добрый на самом деле кстати классная тема раз мы на джу-джу да про восприятие то есть когда я вижу пацанов которые ходят на бритым и такие что-то там мой белый мой белый внутренний мой черный такой типа ну да это не моя внутренний твой черный убегает на что в метро не догнали в нет он такой типа бра куда ты лезешь куда ты лезешь но это с этим я с тобой согласен то что там же нет никакой агрессии это просто говорим как два черных да я когда передо мной два черных общаются и такие там вот как сейчас там хоть слово сказал так как у тебя блять или когда schoolboy говорит что типа белые не имеют права я тоже неприятно и я просто про то что тут нет никакой агрессии не-не-не-не смотри макс не давит на это это скорее реакция да я понимаю не я просто же что процент пацаны не это и это типа почему мне приятно слушать уже там белый черный красный зеленый там какой-то потому что эти породился в россии и насауки прикольно это нашу идентификацию как-то с этим я согласен прикольно просто обрисовано да там белый как снег называй меня белый белый как зима там алга казахстан бишь бармак опять же да да в этом есть как бы бишь бармак да хватит есть и так охота скриптонит альбом 7 10 баллов я ставлю без шуток да почему почему десятка мне все понравилось это тот альбом который скачал послушал и слушаю всегда и вот я не начал его как она читаем сайфолдера не знаю но я про мойки там что-то мы помню давай давай про мойки так что там про мы любим органе город это город грязный и мне помогут несмотря на большое количество моек по моему какая-то такая мысль была что много грязный потому что дымит много стелет любит а вот кто мне может объяснить быстро что он имел ввиду подстелить ты научился ну типа стелить простыню да но имеет будет просто мне непонятен смысл ты научился чем-то они это научился что-то проставляться но не научился стелить это вот про френдли тага потому что он закрыл стол проставился я так понимаю это научился проставляться но стелить имеется ввиду рэп а может он имел ввиду типа общаться просто это имеется ввиду подхалимство какое-то я не знаю окей все извините не имеется ввиду что там вот в компании чувак есть и он ну типа такое душа компании ну не душа компании но он типа проставляется такой ровный пацан но если он не умеет читать рэп то он все равно ну типа не будет своим потому что типа главное это для скриптонита это искусство и творчество а не то что ты просто ровный пацан эти возьму на трек потому что ровный ну как бы в рэпе же знаешь сюда подтягивают своих пацанов и портят треки пацаны давайте будем стопорить в общем я не знаю как вы ставите баллов в плане музыки но я вот могу поставить балл там 8 и больше если я его слушаю и слушаю постоянно вот этот альбом которая слушаю это 10 баллов и вот я я еще хотел спросить просто ты все критикуешь и такой а если вообще какой-то альбом который тебе понравился выяснилось есть мы его нашли еще один есть списке только коль перехватывает даже а я не скажу что это мой любимый альбом скриптонита в этом году мой любимый вышел вчера он называется е классно уже успел стать прям любимым прикольно нравился и мне что ваш группу скриптонит альбом потеплело прям классный часто переслушиваю хороший альбом проблема скриптонита в том что его хорошим альбомом приходится соревноваться с его лучшими альбомами когда он ненавидит вот да классный мысль и это конечно сильно затрудняет восприятие его новой музыки но мне альбом понравился первую очередь из-за битов там такие прям охачивая хорошего чувак 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 тебя уже пристрелил к чему уже снится я говорил на прошлой съемке да что это саундтрек темного рыцаря то есть это прям смотри я не знаю не могу как-то с крисным бейлом про бэтмена музыка болезнь сити это музыка он рисует а то что вот этот мир который создает этот саундтрек в этом сити будто бы да это прям идеальный саундтрек для готэма сити для героя вот в темном рыцарь был этот перелом герой который не понимает он должен спасать этот город или он должен посвятить свою жизнь себе этот город вообще можно спасти или слишком много мойки не спасти этот город и бамс альбом 7 то есть для меня в плане музыки это лучший альбом года мне еще он понравился потому что такой отцовский то есть ты слушаешь при этом я всегда очень больше любил скриптонита такого как сказать танцевального попсового танцевального baby мама цепи в этом плане он феномен песням не больше не нужно новых друзей это вот наверное мой топ и конечно же когда вот я послушал альбом е part 1 и вот я услышал все эти вариации рагетона такой латинской музыки меня так это размотала вчера я весь день слушал сегодня с утра его включил пока ехал в машинке сюда я его очень понравился вообще какой твой бал николай семерочка семерочку 7 семерочка так виктор только до десятку ставлю будем ничего говорить просто видите 10 у вас за серия свидетель с кривой и темы и у него очевидный такой панчи тип от отец да у тебя есть не только вот он а все от соседа от соседа у него там была строчка что-то я сейчас могу неправильно интерпретировать для тех кто не может связать и двух слов типа текста тип ну давно это на них внимание обращает типа это меня такой самый важный панч потому что когда один работает с текстом кто бы чего не говорил это очень круто классные метафоры все вот эти переплетения как он это просто рассказывает хотя не родной язык мне ну как он родился повладает на границе с россией там в русском русскоязычной школе там не далеко от он считает два языка свои главы вообще да и тут дело даже не в этом кстати русский у него хороший плюс еще важный момент что его физиологические данные у него голос отцов что по-братски какой балл 10 до 10 до 10 отцовский голос он им круто владеет он профессионал он фанатик своего дела он маньяк как вот криштиану роналду в футболе он маньяк это сумасшедшие люди машина смысле дать это очень много труда все стоит и и да вот это мое пристрастие к этому артисту может быть на многие вещи глаза закрывает скорее всего потому что со стороны много вижу подобных вещей но 10 нечего искать я просто врубился с первого раза в это дань про скрепа классно девятку ставлю девятку тебя есть любимая песня огни огни же называется радуйся да радуйся мясо ну вот эти две овощи и органика сам и органика как называется песня где он бубнит вот это все мнение где где он там горит рабский лекцию где-то спрятался где твои мысли наркотами листа этом что-то такое это скриптонит 7 как и для коля это не стал альбом для меня любимым скрип а все-таки у меня предыдущий нравится больше но слышал что для многих от альбом любимым стал в творческих скриптонита самым взрослым самым музыкально разнообразным самым текстово разнообразным но это просто повзрослевшие состояние настоявшийся артист как это можно назвать magnum opus работу наверное надо у него спрашивать но ощущается так ощущается на я ощущаю этот альбом то что будто бы даже его позволь то что он позволил здесь говорить чуть выше будто бы чуть больше позволил говорить буду я ощущаю этот альбом на на 9 я его не так часто переслушивала как каспийский груз и лсп но по масштабности эта работа больше это глупо отрицать твоя девятка до девяточка до от меня тоже девятка и что пацаны альбом года 10 вы это все мне кажется сделали специально до чтобы я не терял концентрацию внимания если бы мы вначале бы обсудили зовут я просто бы оставшись подкаста сидел бы и молчал но теперь действительно хочется поговорить про альбом дикий восторг он классный и я влетел так никто не против да я сейчас толкну свою речь которой меня записано здесь в телефоне я специально ее написал вот я очень рад и даже отчасти горжусь жить во время когда возможно вот такие работы когда они выходят они пользуются популярностью и на их презентацию собирается семитысячный стадиум вам просто на презентацию какая сцена была создана как он вообще концерт просто образ артения я просто тут хочу немножко рассказать что до этого альбома я был хейтером салуки я не понял альбома властелин коллег от слова полностью я ходил ругался как бабка плевал зубайтером скрипа ты про мне наверное не нравился вот это его фрагментарный санграйтинг я может быть его не понимал может быть просто в тот момент он в меня не попадал а может быть просто песни были у него другие и я ходил и вот со всеми ругался коллегами с таки салуки слышал этого не там же было балься major не по моим на нем может быть я уж плохо помню на самом деле даже сейчас этот альбом может быть на свежий голову нужно переслушать и вот альбом вайл тест это тот случай когда даже скептика такого закоренелого старого вроде меня переубедил потому что это настолько круто это тот же самый фрагментарный сон градин когда песни собирается из кусочков из каких-то деталек и но в итоге эта песня они тебя трогают они работают как полотно цельная и вот я просто сейчас скажу может быть я какой-то излишне восторженный не знаю скорее все так есть я восторг но я это альбом дикий восторг я его слушал даже вот сейчас итоги спотифая пришли ничего кроме сулухи я по сути не слушал я рад жить во время когда русский рэп так хорошо и так плотно нагибает зарубежный ничего это больше чем русский рэп чего круче согласия не слышал вообще в истории в мировой чем звуки волны этого года да это настолько сильная крутая цельная новаторская экспериментально разнообразная фантастически спродюсированная и придуманная работа человек соврать не даст зау как узал . десятка если не ошибаюсь по моему на канале у коля бракин дабы есть разборчик и тем кто не особо понимает о чем речь мы предлагаем посмотреть но я бы с удовольствием послушал чудо критику так мне кажется если я бы послушал бы и меня не перехватывать думаю по сути как бы нету критики потому что ну типа это просто не моя музыка я вот абсолютно верю тому что коля говорит и как бы слушаешь его видишь вот огонь в глазах человека и ты понимаешь туда искры видимо в этом есть что-то настолько крутое но вот я слушаю этот альбом то есть меня просто это как песни не цепляет это все как бы одно в другое перетекает и это по-любому как бы очень интересный продакшен и все как бы до мельчайших деталей проработан он для меня это просто не складывается в песни которые мне хочется слушать для меня это скорее как какие-то не знаю саундтреки к фильмам вот это сша как у каспийского груза единственного трек который меня дико впер и который я прямо переслушивал это трек с брута но не потому что там есть брута который я люблю а просто там вот реально супер мощный хуку салуки который я не понимаю как он это сделал его голос звучит как будто он не знаю скри же щит по металлу или вот что-то вот за речь абсолютно не человеческое хрипит откуда-то и а сингл их песни с и тел как называлась логаут 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 да вот мне мне почему-то этот не особо зашел вот трек с брута просто мега пушка и как там решен куплет брута где там они кусалуки дочитывает что моя жизнь это борьба и брута говорит что там что-то про дагестан у него там панч что я как житель там типа дагестана моя жизнь это борьба это очень очень круто салуки прочувствовал такого казалось бы ну далекого от себя персонажа как брута прочувствовал его панчи и вот они как бы один в другой перетекли это прямо овощи респект я бы даже сказал что он немножко его вывел из зоны комфорта до поместил вот про это рассказывал да что он приезжал на студию и что вот обычно он записывается ком-то одном стиле а тут салуки мы говорит а попробую вот так и попробую так и в итоге типа очень классный результат какой твой бал блин ну вот мне очень понравилась одна песня при этом сам альбом ну это что-то необычное десятку но но как бы я его не слушал и меня он не зацепил вот поэтому ну как бы это выше среднего но шестерка шестерка я тебе скину ссылку я а просто как настоящий фан бой я взял из каждой песни такой самый крайне а я видел и выкладывал у себя и собрал мальдарь их да и я просто я этот альбом самодельный альбом собрал чтобы просто слушать по утрам он так хорошо ложится вот на утреннее состояние когда встаешь там просыпаешься еще такой весь не проснувшийся можно мы кинем его в либо в описании либо взаимный комментарий сто процентов но я еще по-любому вот после скольного спича мне это вдохновил на то чтобы еще переслушать ну что я несколько раз по году пытался как бы ну может быть еще что-то неправильное дел ведь добрин серия мой браток и тут все просто 10 я помню как сеня пришел к нам в офис и он мне показывал проект одной из песен с васева была песня и рядом лежала гитара он ее взял в руки и начал просто перестраивать ее я говорю отчеты застрой что ты хочешь сделать то он гор не знаю я так чувствую просто вот перестроил гитару как-то вот сам что-то на слух себе он прям играет нет ну так поигрывает мне я видел как он играет и поет одновременно то есть он может инструментально ну это не так просто как кажется я так допустим не умею чуть того что как бы живой музыкой занимался смотрите все просто не буду рассусоливать я ставлю девять потому что я хочу чтобы серия смотивировался и в следующий раз я должен сказать десять чтобы это был лучше я знаю что он может круче намного я с ним много общался он а и про магию вот этих людей собранных на альбоме да там есть найк борзов допустим я груб братан а как так как он будет что-то вспомнил типа вот решил ему написать просто взял как бы написал все договорились куртой чувак в жизни он на концерте у него до выступал на маленькую лошадь офигенно это очень круто это говорит о том что а еще третий момент последний завершающий короткий сеня собрал вокруг себя талантливейших людей он в этом плане как супер крутой менеджер отрабатывает это тоже большой талант надо уметь собирать искать музыкантов оса откуда появился мужики да как бы по моему насколько я не знаю правда усея не его нашел ага и теперь вот какой у нас крутой продюсер есть большой это тоже такая часть карьеры успешный как мне кажется я ставлю 9 не 10 потому что знаю что все они может лучше и пусть он анонсировал rnb альбом о soul альбом простите так что же день вазь вазь а я сказал же самом начале 10 самом начале до того как мы поставили запись альбом года однозначно сто процентов 10 альбом году почему альбом года по 10 чуть ближе рэп альбом да нет просто рэп это вообще полу не рэп альбом власти но это не рэп альбом да потому что тут такая эклектика стилей тут и инди и рэп просто мишанина стилей какой-то папури они знают и замучить просто очень интересно очень убедительно и дико ни на что не похоже как какая-то сложнейшая работа я ее тоже переслушал монолитно даже несмотря на строчку не хочу звать вписку к себе в гости это кринж да может просто дома у него не убрана не знаю забыл заказать уборку да скорее это просто образ от которого анти героя как мы говорили про многознала но для тебя это альбом года по всем жанрам который ты слышал русской музыки в этом году но мы обсуждаем список из этого списка это альбом года не и жанр рэп или в целом современная русская музыка двадцать этим году вот это мне интересно ничего сильнее в современной русской музыки в этом году не слышал принято если можете дать пару работ чтобы оспорить мое мнение с удовольствием это будет в отдельном моторе в отдельном подкасте макс давай завершай вот салуки мне кажется яркий показатель того что вот там просто классная музыка то есть там без особого образа как-то там у тех же чуваков с питера албак и там все остальные без каких-то кринж строчек как-то тоже там херен вот и тому подобно без контекста который необходимо знать то есть ты просто включаешь его ты слушаешь кайф уж тебя хочется в этот контекст прогрузиться хочется узнать больше нежели услышал на там на первых двух да я бы не сказал что там есть какой-то контекст который нужно знать ну там все равно я вот я вот это второй альбом который я скачал в этом году от каптанита и из луки и я его тоже раз 60 слушал и все все разы когда я его слушал что-то новое находил какие-то новые звуки тонкости и тому подобное я вот это вот для меня сделает еще круче вот это для меня показатель качества на музыке когда мне я слушаю мне хочется в ней копаться и мне хочется ее узнавать именно из-за музыки да именно из-за музыки распробовать услышать я даже тексты смотрел какие-то чтобы понимать что именно там произносится я считаю что это потенциал сене там твой балл какой четыре сегодня юмористы просто 9 9 баллов от макс начат топ-3 альбама 9 баллов от макс мы сможем показать на экране по графике да я думаю что мы закончим тем что в конце ролика просто лифона подойди камера люди увидят формы и увидит альбом года и в завершении нашего сабантуя который продлился больше чем я ожидал но это круто это круто нашего стрима сознания так как этот ролик выйдет под новый год короткие слова с новым годом с новым счастьем чтобы желать людям себе пожелать кто начнет что пожелать людям побольше отдыхать чтобы работа не была в тягость а была в радость и чтобы она делалась осознанно и осмысленно а себе что пожелаешь следующем году же самое можно до порядок порядок и ждали музыка радовала дань смотрите подкасты джу джу пипл погружайтесь африканскую культуру в российскую культуру культуры и все пальцы обмениваются энергиями старый должен был за шефа процитировать африка ты дала на хип-хоп я могу прям в кадре вас пожелание ну надеюсь мы все переживем и следующий год желаю всем этого добиться главное или хотя бы многим фанеры хотя бы большинство вот так и хотя бы стремиться к этому а по музыке есть пожелание надеюсь все они схлопнется в 2024 году ну блин сложный год для музыки вообще запрос столько событий странных происходят параллельно в нашей стране и в контексте музыкальной индустрии тоже ну и в мире и в мире да блин мое пожелание всем такое ребята подключайте спотик себе турецкий индийский просто следите не отставайте мне кажется вот к сожалению на нашего молодежи соберусь провинции она перестала слушать какие-то вообще западные не только в музыке просто в целом культурно россии такой чек да ну есть классный сервис называется зеленый звук можно через него подключить а есть еще они тебе плачут а есть это по любви всегда есть еще такая тема как радио станции и хип-хоп сегмент хип-хопчик зарубежный можно слушать на радио studio 21 радиостанция прямо в пятницу утром уже там новинки загнаны пока низкого комьюзик есть еще замечательный паблик фастфуд мюзик который закладывает альбомы более зарубежного все главные релизы которые выходят тоже всем рекомендую ознакомливаться факт а я бы пожелал вообще музыка как мне кажется это олицетворение того что происходит у человечества на душе и если бы сейчас все было отлично ровно то эта музыка которая нам сейчас нравится было бы в тысячу раз сильнее и хотелось бы чтобы мы в нужное русло все вошли и в то же время надо беречь кукушку каждый справляется как хочет я вот хожу в лес лес и убиваю белок да 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 надо уметь справляться со стрессом у каждого свои рецепты и это важно потому что иначе можно превратиться в сухарей или в звери также сильно хотят у нас зверей сделать ну да блин это грустная история мне нравится вообще что ты такой он мог сделать альбом в сто раз сильнее тысячу раз могли лучше делать просто сразу не не в полтора раза но это же охуеть вот типа вот сидит friendly так до выпускает альбома так ну как хорошо и к нему такой ты мог сделать в тысячу раз лучше и он даже это мотивация мотивация мы за развитие рынка за уровень до меня в тысячу раз лучше что лучше в тысячу раз чем фрэнди так в тысячу раз молодой калуга окей но ты сказал что вот сеня может сделать сто раз лучше да вот это что это будет в сто раз 7 иди джу 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 пипл с новым годом с наступающим с рождеством с ханук и скван красиво джу джу пипл было